всем привет продолжаем разбирать godot и сегодня сегодня мы продолжим писать игру следуя руководству официальной документации и так прошлые видео мы уже сделали добавили вот какого-то это наш игрок какой-то он двигается идет анимация и сегодня сегодня что у нас там сегодня 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 сделаем столкновение ну а дальше посмотрим чем мы там еще сделаем так так мы проверили я проверил что все у нас работает и здесь говорится добавьте height для того чтобы скрыть игрока функцию ready ну и добавил и соответственно она скрывает эта функция прячет игрока вот его нет так дальше подготовка к столкновению так нам надо добавить extend area 2d то есть хорошо так она и так есть а после после добавить вот сигнал сигнал хит добавили и чё это у нас такое то есть мы 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 объявили наш какой-то свой сигнал который мы будем как бы отсылать и или возбуждать когда будем сталкиваться с врагами а вот и мы используем area 2d для определения столкновений так нам надо выбрать плеер 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 а вот ноды но плеер но да да есть дальше 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 арео 2d и body entered вот есть так чё у нас дальше 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 так но тут написано что этот сигнал эта функция будет срабатывать тогда когда будут контакты или столкновения с нашим игроком и дальше в ряд нажмите connect где а вот connect body entered connect и блин о чем красным connect а вот внизу была создана функция 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 body enter дальше нам надо спрятать так давайте я это скопирую вот вот так 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 давайте очищу какие-то ошибки а все нормально так при столкновение мы прячем игрока дальше возбуждаем сигнал хит хит и дальше вот это мы уже знаем это у нас вместо гэт нот вот этот доллар это вместо функции гэт но . там ну вместо поиска этого 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 объекта скажем так и так чем мы здесь сделали так тут написано что отключая вот отключая для какой-то площади столкновения это означает что столкновение больше не будет определяться вот так вот для чего это а это для того чтобы когда мы уже определили а вот она блин вот когда мы определили что есть столкновение мы отключаем этот механизм для того чтобы не определять эти столкновения постоянно так дальше что нам надо сделать последняя часть нам нужно функцию старт добавить функцию старт добавить функцию старт ну давайте давайте добавим функцию старт добавил так эти 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 как их я включил столкновение дисэй будет фоллс а когда будет столкновение отключаю если я запущу то нашего игрока нет потому что здесь хоть давайте давайте еще раз вот он наш игрок вот столкновение уже как минимум с границами экрана у нас есть так 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 чуть дальше дальше нам надо создать сцену для врагов и для этого что нам надо сделать нам надо добавить новую сцену и создать мог вот плеер давать не читая они rigid body вода и не я не сюда добавлял удаляем что-то я не понял да надо не тут надо вот тут добавлять новую сцену а не нам надо новая сцена ну вот добавляю почему почему вот есть одна сцена а вторую ладно хорошо давайте попробуем назовем он дальше они мы этот спрайт надо добавить они они мы этот спрайт и как а вот мы и сохраним мог вот так вот у нас есть сцена мог сцена игрок все да нормально надо здесь добавлять сцена вид новая сцена так дальше коллижен шейп 2d добавляем коллижен шейп 2d ой это не сюда ребята подождите-ка нет что я не понял вот здесь player есть главное почему нету моба вот здесь я понял я понял надо удалить вот вот так вот и сделать заново добавить rigid body 2d вот так или нет не все верно тут у нас дерево вот так вот rigid потом аниме этот коллижен и все такое все правильно rigid так rigid body 2d переименуем в моб моб теперь туда добавляем аниме этот спрайт аниме этот спрайт дальше коллижен шейп 2d коллижен шейп 2d и visibility notifier и visibility notifier , вот он есть сделали сохраняем как мог да 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 все верно и не забудьте установить ну да сделано они не сделаны это говорит не забудьте сделать так чтобы нельзя было детей выбрать а это надо делать я выбираю нашего моба и нажимаю вот эту штуку make sure все и вот здесь показано индикация есть что дети выбраны быть не могут так чё нам надо дальше в rigid body 2d rigid но это наш мог да надо установить gravity scale to 0 вот 0 и 0 вот gravity scale дальше для того чтобы моб не падал вниз и так понимаю дальше 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 анчик физик body 2d вот это на физикс body так где-то тут должна быть маска ну вот физикс body 2d а вот надо щелкнуть кликнуть свойства маска и анчик первый вот так вот ух ты чё это такое ладно анчик так говорит написано это гарантирует что мобы не будут сталкиваться друг с другом хорошо дальше дальше нам надо добавить три анимации понимает в аниме этот спрайт как мы там добавляли я уже не помню а вот ню а вот все есть и дальше нам добавить надо fly fly потом своим своим и волк ходить плавает летает и ходит есть теперь 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 а ну картинки одни и те же просто некоторые с плюс ну ты так сказать а флай 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 ну я так понимаю здесь просто перетягиваем раз-два дальше своим раз-два и и нами волкин раз-два ну и насколько я помню насколько я помню надо скайл им задать наверное да все верно но здесь уже не 05 а 075 значит для нашего анима а скайл а трансформ вот и скайл и 075 и вот здесь 075 есть дальше дальше там насколько я помню надо будет еще этот коллижен шейп сделать но 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 тут еще говорится о том что fly 3 fps а дальше дальше свим инвал и волк то есть свим вроде же это плавать и волк по 4 fps а вот так нет свим 4 fps а enter до 4 а fly 3 fps а есть сделано также нам надо добавить так как делали для игрока добавить капс капсул шейп 2d для столкновений а как я это делал я уже не помню честное слово player коллижен шейп о ёлки-палки а как я делал эту моб и и ничего то тут не то что он говорит шейп из а вот тут на все вот здесь надо выбрать а выбрать капка капсул шейп 2d так капсул во вовсе нормально так дальше и дальше нам надо я буду вот этим пользоваться нет вот этим и дальше нам надо этого нашего моба поместить ну вроде бы вроде бы поместился так это давайте еще чуть-чуть сюда вот так вроде бы так так нажали сохранить и че еще надо то нужно rotation degree property в 90 и где этот rotation degree property но это типа чтобы выровнять а что выровнять блин а где она куда она пропала вот она вот она да чтобы выровнять rotation degree property в 90 и и боли ладно ой 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 так где наша коллижен вот она ну хорошо наверно так узнать сделаем как как написано в документации ну да так вроде бы меньше площадь получается соответственно столкновение будет более реалистичной ну ладно есть и дальше дальше добавить скрипт добавить скрипт скрипт ну хорошо давайте так где тут у нас мог вот это по моему добавляем скрипт touch новый скрипт мог все вроде точно так же должно быть rigid будет воды ну давайте создадим и чё надо надо сделать надо сделать надо вот это вот скопировать это и так есть так это типы mobile это скорости мы импортируем экспортируем так так но нужно остановить скорости минимальной максимальную в 250 это насколько я помню было вот здесь вот мин а это константы я понял фишк я понял то есть я так понимаю есть справки описаны какие-то константы вот если мы для какого-то какой-то сцены делаем вот такую штуку то есть указываем что нам ну расширяем как бы до добавляем свойства но можно это так я думаю назвать таким образом мы добавляем свойства соответственно здесь вот большими буквами а где-то я справки увидел что политика такая если это большие буквы значит а константа если там начинается с подчеркивания ты что-то такое там перемены с маленькой буквы ну короче неважно фишка в том что вот сейчас мы два свойства сделали экспортнули и так как это стандартные свойства то вот здесь вот вот здесь вот они добавились на давайте проверим давайте я макс скорость уберу как мы видим максимальной скорости нет вот и все что и не требовалось доказать этот документацию можно открыть и все это по находить и так было сказано следующее что было сказано установить 150 минимальную эту 250 150 и 250 есть теперь в рейдим в рейдим надо добавить рандом на выбрать тип анимации а я понял у нас три типа анимации и у нас случайным образом для каждого моба будет выбираться эта анимация вот и будет такое у нас ощущение как будто бы этих мобов много разных что ты такое говоришь что это такое ну и что давай анука 6 а вот наш моб f6 f6 запускает ту сцену которая выбрана вот и все вот я сейчас выбираю игрока запускаю ф6 вот наш игрок запущен а вот эта кнопочка f5 запускает проект но для этого нужно установить какую-то главную сцену главной сцены у нас еще нет вот так дальше чё нам надо сделать так последняя часть нам нужно сделать чтобы мод бы удаляли сами себя когда они покидают экран соедините скрин сигнал ну и добавьте этот код вот так вот так не это плеера нам мог надо эй а чё тут мог не убирается а вот него да вот мог но но да и какой там сигнал скрин екси тет а где он а визе бе подождите а да вот же написано сигнал скрин экси тет сигнал of the visibility короче visibility так понимаю там видимость вот вот те которые за пределами видимости за пределами экрана по идее там по идее все их нет ну ладно давайте визе билити скрин экси тет как я нажимал connect и и connect есть он визе били кинуть и файл и добавить вот эту штуку а что это такое куеу еу фри ты наверно стандартная функция наверное так ладно ладно давайте быстро где справки гляну стандартная функция или нам самим надо писать а что-то что-то есть да наверное какая-то стандартная будет ноды part object если метод да вроде бы похоже на то что это стандартная функция хорошо и так говорится что на этом сцена мобов завершена ну давайте еще раз запрещу f6 вот какой-то моб есть но не двигается вот это и все я так понимаю говорится еще добавьте главную сцену ну давайте я добавлю главную сцену добавлю главную сцену и наверное на сегодня все ай а вот и и добавить туда ноды и назвать ее main но да а но да это может включать в себя чего угодно хорошо main и сохраним как main есть есть дальше клик инстанцию есть дальше клик инстанция баттон select и вот player вот так вот мобов не надо хорошо и и и и Ладно, давайте я запущу главную сцену Где у меня главная сцена? Вот она Вот главная сцена и вот игрок О, я двигать могу игроком Есть, я на главную сцену Добавил ноду Игрок Так, теперь нам надо добавить Следующие узлы Как детей Какие это узлы? Таймер Ну, давайте Добавим и на этом все На сегодня таймер Раз Дальше три таймера, короче Таймер два Эй, я не туда тебя добавлял Вот так вот Таймер два И таймер три Дальше позишн 2D И дальше позишн Позишн 2D Есть, теперь Эти таймеры переименовать Моб таймер Понятно Это, я так понял Будет таймер отвечать За За то, чтобы там Мобы двигались Удаляли Не удаляются они сами Ну Три таймера А это старт позишн Это откуда у нас Будет Я так понимаю Стартовать Стартовать Так, у нас вот сцена А, ну здесь в принципе Можно, да, наклепать Несколько главных сцен Наверное С разными, может быть Уровнями Сложностями Или что-нибудь такое Так Ну ладно Давайте я еще для Моб таймеров Установлю Эти 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 Вейт таймер Моб таймер Устанавливаем 0.5 Скоро таймер 1 Он и стоит А старт таймер 2 Это Через Сколько времени До старта игры Я так понимаю 2 секунды будет Дальше Установите OneShotProperty Ов старт таймер Он А, ну да Понятно То есть Ну по аналогии С другими языками Или еще чуть-чуть Ну технологиями OneShot Это Типа Один выстрел Да, можно перевести То есть Единожды Один раз Сработает таймер И все Все эти таймеры Вот эти У нас опция Не установлена Они будут работать Постоянно То есть С Переодичностью Или частотой Там В данном случае Если это секунды То Два раза в секунду Будет срабатывать Моб таймер Скоро тайм Раз в секунду Вот и все Так Теперь Давайте Вот это я сделаю И на сегодня все А в следующем видео Продолжим Продолжим Добавлять мобов Ну не продолжим А начнем Так Теперь нам нужно Установить Position Start position 240 450 А где это? Вот это Position Ну да Position Start position Наверное Ладно 240 450 Есть Есть Так же Так же Во Во Все Ну на этом Давайте все Закончим Так И в следующем Видео Мы Сделаем так Чтобы у нас Добавлялись Мобы Ну или вы Сделайте сами И не смотрите Следующее видео Хотя лучше Чтобы вы не делали Сами А смотрели Следующее видео Ну да Вот так Поэтому Всем спасибо За внимание Подписываемся Делимся Комментируем Ставим лайки И все такое Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры